Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. Тема этой недели, возможно, покажется вам необычной. Она называется «Бог автор брачных союзов». Другими словами, на этой неделе я расскажу о том, как вы можете найти определенного вам Богом супруга. Я дважды был женат, и многое из того, о чем я буду говорить, основано на моем личном опыте. И даже если вы уже состоите в браке, я верю, то, что я расскажу, будет полезно для вас. Но вначале я бы хотел поблагодарить всех, кто написал мне. В конце этой передачи вы сможете записать наш почтовый адрес. Мне было бы очень приятно узнать о том, как мое радиослужение помогает вам. Поэтому, пожалуйста, напишите мне, даже если это будет короткое свидетельство. Сегодня я расскажу вам о той уникальной значимости брака, которую Бог уделяет ей на страницах Библии. К сожалению, даже многие библейские христиане не осознают той уникальной значимости, которую Бог уделяет браку. И неспособность оценить брак по достоинству неизбежно влечет за собой пагубные последствия. Это влечет за собой низкое качество семейной жизни и вследствие низкое качество жизни и культуры в нашем обществе в целом. Есть три причины, по которым Библия ставит брак в такое уникальное положение. По крайней мере, мы поговорим о трех причинах, хотя на самом деле их намного больше. Первая причина, о которой я хочу сказать, это то, что Библия ценит брак из-за того, что брак занимает уникальное положение во всей человеческой истории. Если мы сделаем обзор человеческой истории, записанной на страницах Библии, мы увидим, что вся история человечества начинается и заканчивается с брака. Давайте вначале посмотрим на начало человеческой истории, Бытие, 2 глава, с 18 по 23 стихи. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа». На иврите слова муж и жена очень близки по произношению и написанию. Рассматривая это описание, мы видим, что когда Адам появился на сцене, все уже было готово к его появлению. Все, что ему когда-либо было нужно, уже было сотворено. Его окружала красота, изобилие и разнообразность. Ему было доверено привилегие дать название всем животным. И была только одна проблема во всем этом замечательном окружении. Для Адама не было помощника. И Господь сказал, что нехорошо человеку быть одному. «Как же Бог восполнил эту недостачу?» Ответ в том, что сам Господь дал Адаму жену. И лично я убежден, что Он преднамеренно позволил Адаму пережить эту недостачу для того, чтобы он в полноте оценил то, что Бог приготовил для него. Итак, Господь, Бог, Бог всей истории, является первым автором брачных союзов. Он решил, что Адаму нужно жениться, и Он привел к нему жену. А теперь давайте поговорим о заключении человеческой истории. Об этом записано в 19 главе книги Откровения, 6 по 9 стихи. Бытие — это начало, Откровение — это конец, кульминация всей истории. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» «Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель!» «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, в весон же есть праведность святых». И сказал мне ангел, «Напиши, блажены званные на брачную вечерю Агнца!» И сказал мне, «Сие суть истинные слова Божии!» Здесь мы видим, что кульминацией всей истории человечества, всех благословений, будет брачная вечеря Агнца. И в каком-то смысле вся история человечества была прелюдией к этому событию. Бог готовил невесту, достойную Его Сына Иисуса Христа. Поэтому, когда невеста подготовилась к себе, наступает конец. И все творение говорит, «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Мы видим, что человеческая история начинается с брака и заканчивается браком. И между ними наблюдается развитие последствий первого брака и подготовка к последнему браку. Это первая причина, по которой Библия дает такое уникальное значение браку. Теперь я расскажу о второй причине. Вторая причина заключается в том, что брак является прообразом взаимоотношений Христа и Церкви. Павел говорит об этом в послании Кефесяна, 5 главе, с 25 по 27 стихи. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистить баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славной Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Итак, любовь мужей к женам является отражением любви Иисуса Христа, Сына Божьего, к своей невесте Церкви. И дальше, в конце этой главы, в стихах 31 и 32, Павел продолжает и говорит, «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». «Тайность я велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Другими словами, земные браки являются таинством, в котором содержится откровение взаимоотношений Христа и Церкви. Самые святые священные взаимоотношения описаны нам с помощью брака. Какую важность это уделяет браку? И лично я убежден, что если христиане не осознают всю значимость брака, они не смогут в полноте оценить взаимоотношения Церкви и Иисуса Христа, потому что брак — это образ вечных взаимоотношений между Иисусом Христом и Его невестой Церковью. А теперь я хочу рассказать о третьей причине, почему брак занимает такое уникальное значение в Библии. И третья причина заключается в том, что Бог сам защищает брак, сам отстаивает значимость брака. В Евреям 13,4 мы читаем, «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Итак, Бог требует, чтобы все люди относились к браку почтительно и уважительно. Он требует, чтобы брак у всех был честен. Брак — это установление, которое установлено для всех людей, всех времен и народов. И Бог защищает брак тем, что Он говорит, что Он будет судить лично всех, кто относится к браку, непочтительно. И в том стихе, который мы только что прочитали, Бог говорит, что Он судит блудников и прелюбодеев. Он судит тех, кто неуважительно относится к браку. Блудники — это те, кто вступает в половые отношения, не вступив в брак. Прелюбодеев — это те, кто изменяют своим законным супругам. в сущности, и те, и другие виновны в неуважительном отношении к браку. И Бог требует того, чтобы все относились к браку уважительно. Поэтому в Своем слове Он говорит, что Он судит блудников и прелюбодеев. Лично для меня это звучит очень внушительно. Если бы здесь просто говорилось, что блудники и прелюбодеев будут судимы, то это бы не прозвучало настолько весомо. Но когда говорится, что блудников и прелюбодеев судит Бог, это говорит о личном Божьем участии, что когда речь идет об осквернении и разрушении брака, Бог говорит, что «Я разберусь с этим лично». Это настолько священно в Божьих глазах, что Он не попустит никакого осквернения, никакого неуважительного отношения к браку. Бог сам разбирается с теми, кто относится к браку неуважительно, непочтительно. Это Его ответственность. Он говорит, что брак у всех должен быть честен. Брак – это священное взаимоотношение. Одна из насущных проблем современности – это неуважительное, непочтительное отношение к браку. И Бог требует от всех нас, чтобы мы уважали установление брака. Итак, мы с вами коснулись трех причин, почему Библия уделяет браку такое уникальное значение. Во-первых, потому что история земли начинается и заканчивается браком. Во-вторых, потому что брак является образом отношений между Христом и Церковью. И в-третьих, потому что сам Бог защищает священство брака. Сегодня мы вместе с вами продолжим изучение темы с необычным названием «Бог автор брачных союзов». Цель этого изучения – показать вам Божий план для брака и как вы можете воплотить этот план в своей жизни. Во вчера вне вступительной программе я сказал, что Библия уделяет гораздо больше значимости браку, чем многие из нас об этом подозревают. Я рассказал о трех причинах, почему Библия уделяет такое значение браку. Во-первых, человеческая история начинается и заканчивается браком. Начинается в Эдемском саду с брака Адама и Евы и заканчивается брачной вечерей Агнца, Сына Божьего и Церкви. Во-вторых, брак является прообразом взаимоотношений между Христом и Церковью. Взаимоотношения между мужьями и женами являются образом духовных взаимоотношений между Иисусом и Церковью. В-третьих, Бог Сам защищает неприкосновенность брака. Бог говорит, что Он судит блудников и прелюбодеев. Ставится особенное ударение на личном участии Бога в суде на теме, кто неуважительно и непочтительно относится к браку. Сегодня я расскажу о Божьих стандартах брака, которые описаны еще в начале Сотворения и о которых говорил Иисус в своем учении. Вначале мы обратимся к учению Иисуса. И мы увидим, что учение Иисуса напрямую связано с историей, записанной в книге Бритья. Стандарт брака изучения Иисуса совпадает со стандартом, который Бог установил в самом начале. Для того, чтобы быть кратким, я зачитаю отрывок из моей книги «Брачный завет». Я прочитаю с 20 по 21 страницу. Суть учения Иисуса о браке содержится в его беседе с фарисеями, описанной в Евангелии от Матфея 19 главе с 3 по 9 стихи. «И приступили к нему фарисеи и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволите на человеку разводиться с женой своей». Он сказал им, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать и перелепится к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. они говорят ему, «Как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует». Мы можем суммировать учение Иисуса в этом тексте в четырех следующих утверждениях. Во-первых, форма брака, которая была принята в Израиле во времена Иисуса, была ниже стандарта Божьей воли. Во-вторых, Божья цель для брака была ясно выражена, когда Он вначале сотворил мужчину и женщину. В-третьих, в первоначальном замысле союза между мужчиной и женщиной они были так тесно соединены вместе, что теряли свою собственную индивидуальность и становились одной плотью. И в-четвертых, цель Иисуса восстановить брак в жизни Его учеников к уровню первоначальных стандартов, заложенных в Присотворении. Мы должны это понять. Когда Иисуса спросили о браке, Он основался не на законе Моисея, но на установлении брака, которое было записано в книге Бытия. Иисус принимал только стандарты Своего Отца. Итак, мы вместе с вами должны рассмотреть описание Сотворения в первых главах Бытия для того, чтобы определить в деталях, какой же был Божий план для брака. И помните, что Бог никогда не изменяет Свои цели и Свои стандарты. Они по-прежнему остаются теми же самыми. человек может занижать Божьи стандарты, но Бог никогда не изменяет Свои стандарты. Его стандарты остаются в силе и по сей день. Давайте прочитаем из второй главы Бытия с 18 стиха. Я хочу подметить четыре очень важных факта. Во-первых, брак был решением Бога, а не Адама. В 18 стихе второй главы мы читаем, что Господь Бог сказал «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника соответственного ему». Итак, не Адам решил, что ему нужно жениться или что ему нужна помощница, но Бог увидел его нужду и привел к нему жену. Второй факт заключается в том, что Бог сотворил Еву для Адама. Во второй главе Бытия 20-21-22 стихи здесь говорится, что Господь навел на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. Итак, второй факт заключается в том, что Бог образовал Еву для Адама. Адам не принимал в этом никакого участия. Бог занимался этим лично. Бог знал, какой помощник нужен Адаму, и он взял на себя ответственность за то, чтобы сотворить именно такого помощника. Третий факт также содержится в тех стихах, которые я только что прочитал. Он заключается в том, что Бог привел Еву к Адаму. Адам не искал себе жену. Он не ходил, не искал по саду, где мне взять жену. Бог сам привел к Адаму жену. Мы прочитаем этот стих еще раз. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». Бог привел Еву к Адаму. Четвертый факт заключается в том, что Бог определил природу их взаимоотношений. Об этом мы можем прочитать во 2 главе в 24 стихе. Это слова, которые сказал сам Бог. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть». Итак, человек должен оставить своего отца и свою мать и прилепиться к своей жене. Во-первых, должно произойти отлепление и затем прилепление. Именно такой порядок установил Бог. Человек должен освободиться от всех других посвящений, от всех других взаимоотношений, которые будут препятствием для его взаимоотношений с женой. Человек должен оставить и затем оставив, он должен прилепиться. Тот, кто не оставил, не может по-настоящему прилепиться. Другими словами, Бог уделяет этим взаимоотношениям приоритет по сравнению со всеми остальными взаимоотношениями. Человек должен оставить своих родителей и прилепиться к своей жене. И цель, ради которой это должно произойти, это единство. Двое должно стать одной плоти. Я бы вкратце хотел еще раз перечислить эти четыре факта, относящиеся к первоначальному установлению для брака. Во-первых, брак был Божьей идеей, а не идеей Адама. Во-вторых, Бог сотворил Еву для Адама. В-третьих, Бог привел Еву к Адаму. В-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. Они должны были прилепиться друг к другу, объединиться настолько, чтобы стали одной плотью. И лично я убежден на основании Иисуса и на основании своей жизни в том, что эти принципы никогда не упразнялись, что Божьи стандарты брака по-прежнему остаются в силе. Когда мы позволяем Богу работать над нашей жизнью, то мы можем ожидать, что Он сделает с нами то же самое, что Он сделал и с Адамом, и Евой. Давайте поразмышляем над тем, что это в себя включает. Во-первых, это включает в себя то, что Бог берет на себя инициативу. Лично я верю в то, что посвященные верующие не должны принимать собственных решений о браке. Бог должен принимать решения. Он берет инициативу в свои руки. Он берет на себя ответственность. Он делает выбор. Во-вторых, процесс подготовки жены для мужа также является Божьей ответственностью. Я верю, что если бы девушки поняли это, они бы с благоговением относились к Божьим изменениям в своей жизни для того, чтобы стать гораздо более лучшими женами. И также я верю, что и парни должны позволить Богу взять на себя ответственность и приготовить для них правильного помощника. В-третьих, Бог свел их вместе, и я верю, что Бог не изменился. Когда Он хочет, чтобы мужчина и женщина объединили свою жизнь, то Бог устроит обстоятельства так, что они встретятся. Бог никогда не упускает инициативу в этом важном вопросе из своих рук. Эта ответственность находится в Его руках и инициатива за Ним. И, наконец, Бог определяет природу взаимоотношений. Мы должны оставить, затем прилепиться и стать одной плотью. Брак — это не эксперимент. Брак — это посвящение двух людей друг к другу. Пробные браки — это вообще абсурд. Это отвержение самой сущности брака. Брак — это не попытка, это не проба, это посвящение. Должно произойти оставление и прилепление. Те, кто не хотят оставить и кто не хочет прилепиться, не могут пережить полноту брака. Как я уже говорил, раньше Бог никогда не занижает свои стандарты. Теперь давайте повторим эти четыре факта. Итак, инициатива находится в руках Бога, процесс подготовки лежит в руках Бога, встреча находится в ответственности Бога, и природа взаимоотношений определена Богом. В предыдущих программах на этой неделе я установил определенные основополагающие факты, которые совершены необходимы для того, чтобы получить полное представление о том, чем является брак. И, к сожалению, сегодня очень мало людей, которые на самом деле понимают, чем является брак. Итак, мы говорим с вами о библейской оценке брака и о том, как достичь успеха в своем браке. Во-первых, Библия уделяет браку гораздо больше внимания, чем многие из нас могут об этом представить. Во-вторых, в своем учении о браке Иисус основывался на тех принципах, которые Бог установил еще в бытии, и Он отказывался принимать любые другие стандарты. В-третьих, в описании первого брака мы видим четыре фазы в установлении брака. Во-первых, мы видели, что ответственность лежала на Боге. Во-вторых, Бог образовал Еву для Адама. В-третьих, Бог привел Еву к Адаму. И в-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. Я верю, что все эти четыре принципа применимы по сей день. Но для того, чтобы мы начали применять эти принципы в своей жизни, логически мы должны задать себе один важный вопрос. Вопрос заключается вот в чем. А хочет ли Бог, чтобы я вступал в брак? Или Бог хочет, чтобы я оставался в безбрачии? И именно об этом вопросе мы поговорим с вами сегодня. Вначале мы обратимся к посланию Павла Коринфянам. Это первое послание, седьмая глава. Вся эта глава посвящена вопросу брака и вытекающим отсюда вопросам. С первого по третий стих Павел говорит, «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Но по избежанию блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Павел говорит, что для того, чтобы избегать блуда, очень важно, чтобы у каждого мужа была жена и у каждой жены был муж. Но тем не менее, он говорит, что это совершенно не обязательно является Божьей волей для каждого. Но если мы стоим перед выбором либо согрешить, либо нет, тогда брак становится необходимостью. И позже в этой главе, в шестом и седьмом стихах, Павел продолжает. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Другими словами, Павел не говорит, что каждый человек должен вступать в брак, но он говорит это из-за того, что очень часто люди поддаются искушениям впасть в блюд. дар. И затем он приводит к этому свой комментарий. Он говорит, «Ибо желаю, чтобы все люди были как я, то есть оставались беспрачными. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». Слово «дар» в этом стихе это очень интересное слово, это слово, которое сегодня на устах у многих христиан. Это слово харизма. Многие христиане не осознают, что способность жить без брачей это харизма. Слово «харизма» означает дар Божьей благодати. Это то, что Бог сверхъестественно дает нам своей благодатью. И меня иногда удивляет, что христиане так часто говорят о разных харизмах, разных духовных дарах, которые у них есть или которые они хотят иметь. Но очень редко они говорят о харизме безбрачия. Но тем не менее это одна из харизм, о которой мы читаем в Новом Завете. Итак, Павел говорит, что это моя харизма, и я рад, и я хотел бы, чтобы все были такими же, как я. Но он говорит, что я понимаю, что так не будет, потому что моя способность жить без брачей это дар, это харизма, это дар Божьей благодати. И если у вас нет этого дара, то вы не будете счастливыми, вы будете переживать искушение, отчаяние. А теперь давайте сделаем несколько выводов из того, что мы прочитали. Во-первых, как я уже говорил, способность жить безбрачьей является харизмой. И это проиллюстрировано в Новом Завете двумя личностями. Павлом, и как вы думаете, кто второй? Кого я имею ввиду? Конечно же, Иисус Христа. И мне кажется, что многие христиане не осознают, что эта харизма проявлена в жизни Иисуса. Он не женился. Второе, о чем я хочу сказать, это то, что Бог суверенен, Он принимает решение. И я хочу, чтобы вы запомнили это, что Бог решает вступать нам в брак или оставаться одинокими. Если Он хочет, чтобы мы вступили в брак, то Он решает, за кого нам вступать в брак. Это настолько важный вопрос, что Бог решает это Сам. Очень много трагедий, разрушенных браков происходят из-за того, что люди не позволили Богу сделать выбор за них. о чем я хочу сказать, это то, что, насколько я вижу, безбрачь является исключением, а не правилом. Вообще, для человека нормально вступать в брак, но в особых случаях Бог призывает людей к безбрачию ради своей славы, ради своего призвания, ради своих целей. И способность жить безбрачьей и служить Богу, не вступая в брак, является харизмой. И мне кажется, для женщины это проще, чем для мужчины. Если поразмышлять над служением Павла, описанным в новом занятии, мы приходим к поводу, что он не мог бы осчастливить ни одну женщину, потому что он очень мало времени проведен на одном месте. и четвертое, чем я хочу сказать, что отказаться от Божьего плана, это значит отказаться от Божьего лучшего. Когда мы выходим замуж или женимся, когда Бог призывает нас к безбрачию, или жить безбрачьей, когда Бог призывает нас к вступлению в брак, это все ошибки, которые не позволят нам пережить лучшее Божье в своей жизни. А теперь мы поговорим об очень важном практическом вопросе, который выстекает из того, чем мы говорили. Этот вопрос заключается вот в чем. Как можно определить, призваны мы быть врачу или нет? Я предлагаю вам сделать три шага для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. Во-первых, посвятите свою жизнь Богу без остатка. Не удерживайте ничего, не прячьте ничего, не составьте свои планы, не навязывайте свои планы Богу. Просто скажите Ему, «Вот я, возьми меня таким, какой и есть во имя Иисуса, сделай меня таким, каким ты хочешь меня видеть, используй меня ради твоей славы». Второй шаг — попросите Бога показать вам свою волю в этом аспекте. Не гадайте, не предполагайте, попросите Бога о конкретном водительстве. И я предлагаю вам молитву, которая мне лично очень нравится. Она записана в 24-м псалме, 4-й, 5-й стихи. Молитва Давида. «Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты — Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день». Хотите помолиться этой молитвой? «Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня». Если вы помолились этой молитвой, я уверен, что Бог покажет вам свои пути. И третий совет, который я хочу вам дать в этом аспекте, заключается вот в чем. Не делайте никаких поступков, не имея водительства. Один из самых практических советов, которые я получил от неверующих людей, это то, что если ты не знаешь, что делать, не делай этого. И я хочу дать этот же совет вам. Если вы не уверены, за кого выходить замуж или на ком жениться, ничего не делайте. Ничего не делайте, не получив от благого водительства. Об этом Павел говорит немного позже, в 7 главе 1 послания Коринфянам. «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям. К чему бы вы ни были призваны, оставайтесь в этом призвании до тех пор, пока вас не приведет Бог дальше». В 24 стихе этой же главы Павел говорит, «В каком звании кто призван, братья, в том, каждый и оставайся перед Богом». Как определить, в каком призвании вы находитесь? Я верю, что определить это можно по миру Божьему в вашем сердце. Я бы хотел вам прочитать расширенный перевод 15 стиха 3 главы послания Колоссяна. «Пускай мир Божий, гармония, владычество и царствуют в вашем теле для того, чтобы определять и судить с неподрешимой точностью над теми вопросами, которые возникают в вашем уме». Итак, если Божий мир владычествует и судит в ваших сердцах, то этот мир покажет вам, к чему вы призваны. Если вы теряете мир, то это предостережение, что вы выходите из воли Божьей. Пусть Божий мир судит в ваших сердцах. Пусть он определяет с непогрешимой точностью ответы на все вопросы. И в заключение хочу сказать, что если вы решили, что вы призваны безбрачью, то это повлияет на и остальные сферы вашей жизни. В частности, вы будете нуждаться в близком общении, посвященных верующих вашего пола. Помните, что Бог говорит «Нехорошо человеку быть одному». Пусть Бог поможет вам сделать правильное решение. Сегодня мы продолжим изучение темы «Бог автор брачных союзов». Эта тема раскрывает Божий план для брака и помогает вам воплотить этот план в своей жизни. В предыдущих программах на этой неделе я рассказал о том, что в своем учении о браке Иисус основывался на тех стандартах, которые Бог установил еще в бытии. Он отказывался принимать любые другие стандарты. В образце брака, установленным браком, Богом в бытии, мы видим четыре последовательные стадии, четыре черты брака, установленные Богом. Во-первых, решение принял Бог, а не Адам. Бог увидел нужду Адама в помощнице. Во-вторых, Бог образовал Еву для Адама. Адам не принимал в этом никакого участия. В-третьих, Бог привел Еву к Адаму. Адам не ходил и не искал себе жену. Бог привел ее к нему лично. В-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. В сущности, они должны были оставить и прилепиться. Человек должен оставить все другие привязанности, которые могут помешать ему созидать правильные отношения с женой и прилепиться к жене и стать с ней одной плотью. Я хочу еще раз повторить эти четыре принципа. Во-первых, инициатива лежала на Боге, а не на Адаме. Во-вторых, Бог образовал Еву для Адама. Во-вторых, Бог привел Еву к Адаму. И в-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. Я верю, что все эти принципы применимы и по сей день. Другими словами, я согласен с Иисусом. Люди могут занижать стандарты, но Бог никогда не занижает свои стандарты. Его план, Его стандарты, установленные им от начала, до сих пор остаются в силе. Именно таким Он хочет видеть брак. Сегодня я расскажу в связи с нашей темой о том, как Бог соединил меня с моей первой женой Лидией. Ко времени, когда я женился на Лидии в 1946 году, я был посвященным верующим уже пять лет. Я верил в Библию и всем сердцем хотел служить Господу. На то время я еще не понимал библейских принципов брака, которые Бог открыл мне годами позже. Но тем не менее, оглядываясь назад, я с благодарением Богу могу сказать, что в моей жизни Бог работал в точности, в соответствии с теми принципами, которые Он установил еще от начала, сотворив Адама и Еву и соединив их вместе. А теперь я хочу поведать вам некоторые детали, имеющие отношение к нашей теме. Я познал Господа Иисуса Христа, находясь на службе в британской армии в 1941 году, в армейской казарме, посреди ночи. Я пережил личную встречу с Иисусом Христом. И с того самого дня я знал, что моя жизнь была в Божьих руках, и я в точности знал, что у Бога был план для моей жизни. Библия стала единственной книгой, которую мне было интересно читать. И следующие четыре с половиной года я находился на службе в основном в пустынях Северной Африки и затем в Израиле. Я был отправлен в запас в 1946 году и поселился в Иерусалиме. Во время моей службы Бог совершенно ясно показал мне, что Он хотел, чтобы я служил Ему в Израиле и конкретно в Иерусалиме. И пока я жил в Израиле в 1943 году, я познакомился с удивительной женщиной. Ее звали Лидия Кристенсен. Она была датской учительницей, но Господь Иисус Христос предстал ей лично и призвал ее оставить свой дом, свою страну, свою работу и поехать в Иерусалим. И там, по водительству Святого Духа, она стала матерью для приемных детей. За время ее служения через ее руки прошли, пожалуй, около 70 детей. В 1943 году, когда я впервые познакомился с ней, вместе с ней в доме жили восемь девочек, для которых она была мамой. Шесть из этих девочек были еврейками, одна арабка и одна англичанка. В 1944 году Господь перевел наш полк в Израиль. И мы проживали в небольшом еврейском поселении, невдалеке от Хаевы. Меня впечатлило то, что я увидел в жизни Лидии. Для меня это было чем-то удивительным и уникальным. Никогда раньше я не видел подобного мира, подобной свободы. Я никогда не видел, чтобы дети так естественно молились, разговаривали с Богом и жили жизнью веры. Это все очень сильно впечатлило меня. Лично я в прошлом профессор философии, выросший единственным ребенком в семье. Для меня все было удивительно. Невозможно было подобрать ничего более неподходящего, чем Лидия и я. В 1944 году Бог сделал в моей жизни очень два важных события. Он проговорил ко мне очень ясно. Первый раз Он призвал меня, Он призвал меня быть учителем Библии, и я могу сказать, что по милости Божией я несу это служение и по сей день. Я посвящен этому призванию. И я осуществляю это не своей мудростью, не своим умом, но с помощью Божьей мудрости. Позже, когда я молился за Лидию и за детей, я чувствовал себя обязанным молиться за них. У них было очень мало денег, и у Лидии было очень трудное время. Она была очень одинока в этой стране, в которой очень неблагосклонно относились к одиноким женщинам. Для этих детей она была и матерью, и отцом, и врачом, и адвокатом. И так я чувствовал себя обязанным молиться за нее. И я вспоминаю, как однажды, когда я молился за Лидию и за детей, Бог проговорил ко мне. Это было совершенно неожиданно, и я могу признаться, что то, что Бог сказал мне, повергло меня в ужас. Бог очень конкретно сказал мне, что я соединил вас под одним игом и в одной упряжке. И я начал размышлять, что значит быть под одним игом и в одной упряжке. И так я размышлял над этим, и я решил, что Бог призвал нас к совместному труду. Но это казалось мне невероятным. Но чем больше я молился об этом, тем яснее мне становилось, и у меня нет времени, чтобы поведать вам о всех деталях, хотя я уверен, что вам это интересно. Но через полтора года мы с Лидией поженились. И только после того, как мы поженились, я смог в полноте познать то, что Бог сказал мне. Он сказал, я соединил вас под одним игом и в одной упряжке. Иго в Писании — это символ брака. А упряжка говорит о совместном труде. И это очень точно описывает те 30 лет брака, которые я имел честь провести с Лидией. Мы были под одним игом и в одной упряжке. И, глядываясь назад, я понимаю, что с человеческой точки зрения было очень много причин, почему я не должен был жениться на Лидии. Она была значительно старше меня. Она происходила из другой культуры. Она была очень сильным человеком. Она сама открыла миссию, которая была признана многими христианами. И с другой стороны, как я уже сказал, у меня не было ни малейшего опыта в общении с детьми. Я вырастал единственным ребенком в семье. И я был довольно грубого пошиба. Если бы кто-то попросил мне совета в подобной ситуации, я бы отнесся к этому очень негативно. Но мы уже с вами выяснили, что Бог сам берет на себя инициативу в заключении брака. Сам Бог приводит женщину к человеку. И, оглядываясь назад, я могу сказать, что именно так все произошло в моей жизни. Бог сделал свой выбор в моей жизни. Мы прожили вместе 30 лет активного счастливого брака. Мы служили Богу. Мы находились в опасностях, в трудностях. Часто переживали нищету. Но мы были счастливы. Мы достигли такого единства, которое впечатляло многих людей. Позже, когда мы ездили уже во многие страны по служению, люди иногда подходили к нам и говорили, что они удивлялись тому единству, которое они видели в нас. Я помню, как однажды один человек сказал нам, «Вы вместе служите как один человек». Человек такого не может достичь. Но это Божья цель для брака. Двое должно стать одной плотью. Если мы слушаемся Бога, исполняем Его требования, если мы слушаемся Его голоса, то Он совершит это. И во славу Божью я могу сказать, что через наш брак сотни и сотни людей получили благословение, получили помощь, нашли Господа, исцелились, исполнились Святым Духом. Это все факты. Люди приходили к нам домой в любое время суток, и мы никогда не отправляли их назад. Мы служили на разных материках, разным людям, людям из разных деноминаций, но Божье призвание в нашей жизни всегда действовало. И если бы вы меня спросили, что было для нас самым главным, я отвечу — единство. В особенности единство в молитве. Единство — это самое важное в браке. Мы должны взращивать единство в молитве. Иисус сказал, «Если двое из вас согласятся, о чем бы то ни было в молитве, то о чем бы вы ни попросили, это будет вам». Это звучит вызовом для многих семей. Если вы и ваш супруг или супруга обои верующие, если вы сможете достичь согласия в молитве, то ваши молитвы будут иметь колоссальную силу. Глядываясь назад на те молитвы, которые мы возносили следя к Богу, я с изумлением вижу, какие ответы Бог послал на наши молитвы, когда мы молились в единстве. Итак, на основании своего опыта я сегодня хочу сказать всем вам, что Божий план для брака — это самый лучший план. Бог не понизил свои стандарты, но Он помогает нам стать на Его стандарты. В моих программах на этой неделе я говорил об образце брака, который Бог установил еще от самого начала сотворения. И от этого образца Бог со своей стороны никогда не отступал. Я рассказал о четырех основных элементах этого образца. Во-первых, Бог решил, что Адаму нужно было жениться. Во-вторых, Бог сотворил Еву для Адама. В-третьих, Бог привел Еву к Адаму. Адам не ходил и не искал себе жену. В-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. Сущность их взаимоотношений сводилась к достижению единства. Они должны были стать одной плотью. И я рассказал о своем убеждении по поводу того, что все эти четыре принципа до сих пор остаются в силе. Вчера я рассказал вам о том, как эти принципы воплотились в моем первом браке с Лидией, хотя на тот момент я не знал этих принципов. Но Бог по Своему выбору соединил нас с Лидией, и затем Он подтвердил Свой выбор тридцатью годами счастливого и плодотворного брака, который Он дал нам. В Луке 7.35 Иисус говорит, «Оправдана премудрость всеми чадами ее». Если вы позволите Божьей мудростью делать выбор вашей жизни и планировать вашу жизнь, то Божья мудрость оправдается вашей жизни плодами, которые она произведет. Сегодня я хочу поделиться с вами историей о том, как Бог соединил меня с моей второй женой Руфью. Вы увидите, что и снова Бог действовал на основании Своих неизменных принципов. В 1975 году Бог призвал мою первую жену Лидию домой после 50 лет плодотворного интенсивного служения. И я пережил глубокую скорбь утраты. И я сомневаюсь, что человек, который не пережил потерю спутника жизни, может понять скорбящего человека. И я должен сказать, что то, что я пережил, помогло мне глубже понимать и сострадать вдовам и вдовцам. Я чувствовал, как будто бы что-то было вырвано из моей груди, и внутри моего сердца была глубокая зияющая дыра. Я сказал Богу, когда Лидия умерла, что я готов жить до конца дней в Безбрачии. И в течение какого-то времени я был готов жить в Безбрачии. Где-то через несколько лет спустя Бог начал напоминать мне о моем призвании к служению в Израиле. И я решил поехать в Израиль вместе с группой коммунистических лидеров. После того, как наша делегация уже уехала из Израиля, я решил остаться еще на неделю и искать у Бога направление для моей жизни. Во время этой недели я встретился с одной группой христиан, которые распространяли мои книги в Израиле. И мне рассказали, что их секретарша находилась в тяжелом физическом состоянии, у нее была травма позвоночника. Бог дал мне специальный дар для того, чтобы служить людям с проблемами позвоночника. Я подумал, что было бы очень не по-христиански, если бы я не помолился за эту женщину. Вместе со мной был мой друг, и вместе с ним мы решили навестить эту женщину. Мы взяли ее адрес, и в течение нескольких часов мы ездили по Иерусалиму в поисках этого адреса. И уже когда мы были готовы сдаться, вдруг мы обнаружили, что мы как раз находились у правильного места. Мы зашли в дом, увидели женщину, лежащую на диване, помолились за нее, выразили ей наше сострадание и симпатию, и расстались. И я подумал, что на этом наша роль закончена, Бог будет исцелять ее, и я забыл о ней. Последний вечер после моего отъезда из Израиля, я решил приступить к Богу за ответами. И эта ночь была одной из самых удивительных ночей в моей жизни. Я лег в кровать около 11 вечера, проснулся в 6 часов утра на следующее утро, и все это время я даже не вздремнул. В течение 7 часов Бог говорил мне о своих целях для моей жизни. Он напомнил мне все обетования, которые Он дал мне прежде, и сказал, что если я буду жить в послушании Ему, то эти обетования исполнятся. И где-то посреди ночи Бог показал мне видение, очень ясное, четкое видение. Я увидел холм, который был похож на холм около западной стены Иерусалима, и к вершине этого холма подымалась зигзагообразная дорога. И, как я понял, Бог говорил мне о моем возвращении в Иерусалим, что это возвращение будет не прямым, но будет иметь несколько стадий, и иногда эти движения будут для меня непонятны. Но у самого подножия холма, где начиналась тропа, я увидел женщину, женщину, сидящую в довольно необычной позиции, в очень необычном платье. И я сразу же узнал эту женщину. Это была женщина, за которую я помолился на этой неделе. И Бог говорил мне, что Он хотел, чтобы я женился на этой женщине. И моя первая реакция была очень негативной. Я сказал, «Бог, Ты что просишь меня, чтобы я женился на женщине, которую я даже не люблю?» Но эта мусья меня не покидала, поэтому я решил в течение месяца молиться об этом. И в течение этого месяца, хотя я об этом не знал, Бог также говорил с этой женщиной. И благодаря довольно необычному стечению обстоятельств, мы встретились снова. Я поделился с ней своим призванием. И любопытно, что поскольку ее спина еще не была полностью исцелена, то во время разговора со мной эта женщина сидела не на стуле, а на полу, опершив спиной о стену. И на ней было точно то платье, которое я видел в моем видении. И она сидела точно в той позиции, в котором я ее видел. И так Бог подтвердил мне еще раз, что я понял его правильно. Но мы не сделали друг другу никакого посвящения. Мы встретились снова в Иерусалиме. И в этот раз я поделился с ней моими симпатиями и тем, как я понимал, волю Божию в отношении нас. Она откликнулась на это позитивно, но мы решили отложить это в сторону. Я не могу сейчас объяснять причины, почему, но мы решили возложить наше желание на Божий жертвенник на три месяца. И в эти три месяца мы не поддерживали с друг другом никаких связей и отношений. Мы испытывали, что сделает с этим Бог. И в конце трех месяцев, когда мы снова встретились, мы без сомнений знали, что Бог хотел, чтобы мы вступили в брат. И Бог благословил нас в тот брак, который Он предназначил для нас. Оглядываясь назад и рассуждая над тем, что произошло в моей жизни с тех пор, как мы с Руфи вступили в брак, я удивляюсь Божьему благословению. Господь сказал о Еве, что она была помощницей для Адама. И как это справедливо в отношении Руфи. Она такая одаренная и талантливая. У нее такое глубокое посвящение, что сегодня я бы не мог без ее помощи выполнять то служение, на котором я нахожусь. Она в прошлом консервативная иудейка. И она приехала в Израиль за три года до моего приезда и решила поселиться в Израиле. Она выучила некоторые тяжелые уроки жизни. Она пережила нищету, болезни и разные другие неприятности. И мы были готовы к тому, чтобы разделить друг с другом жизнь. И так же, как и во втором браке, и в первом браке, то, что для нас было по-особенному драгоценным, это наше единство и гармония. Когда мы изучали Иврит в Иерусалимском университете, мы провели целое лето в доме одной пожилой еврейской супружеской пары, которые были совершенно неверующими людьми. Мы провели три месяца в их доме, и в это время мы каждый день ходили в университет. После двух месяцев хозяйка дома, которая была очень неэмоциональной женщиной, очень недуховной женщиной, начала делиться с нами своими впечатлениями о нас. Она сказала, что с первого дня, когда вы вошли под мой кровь, я знала, что вы особенные люди. Она сказала, что на ваших лицах сиял какой-то необычный свет. И дальше она сказала, что я никогда не видела такого глубокого умиротворения, гармонии и единства. И мы стали очень большими друзьями. Какое-то благословение и какое-то свидетельство неследимой мудрости Божией. Поскольку мы повиновались Ему, исследовали Его шагам, то Он сделал наше единство свидетельством для неверующих. Мы посвящены Богу друг другу, мы посвящены Иерусалиму, Израилю и Божьему народу. Сделав это посвящение Богу и друг другу, Он начал открывать для нас удивительные двери. Он сделал через нас такие дела, что если бы мне сказали об этом раньше, я бы ни за что не поверил. И я говорю это все в качестве свидетельства Божьей верности. И я хочу ободрить всех вас верить Богу. У Бога есть для вас самое лучшее, не соглашайтесь на меньшее. У Бога есть план для каждого из своих детей. Я хочу напомнить вам эти четыре принципа брака, которые были уставлены еще от сотворения. И давайте мы будем сверять с этим свою жизнь. Во-первых, Бог решил, что Адаму нужно жениться. Во-вторых, Бог образовал для Адама Еву. В-третьих, Бог свел их вместе. В-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. Этого Бог хочет и для каждого из своих детей. И снова я хочу повторить вам, у Бога есть для вас самое лучшее, поэтому не соглашайтесь на меньшее. Пусть Бог благословит вас. В этой неделе мы продолжим тему, начатую нами на прошлом деле, которая называется «Бог, автор брачных союзов». Эта тема раскрывает для вас Божий план для брака и помогает вам воплотить этот план в своей жизни. Вначале я хотел бы поблагодарить всех, кто написал мне. В конце этой передачи вы сможете записать наш почтовый адрес. Мне было бы очень приятно узнать о том, как моя радиопрограмма помогает вам. Поэтому, пожалуйста, напишите мне, даже если это будет короткое свидетельство. А теперь вернемся к изучению нашей темы «Бог, автор брачных союзов». В предыдущих программах на прошлой неделе я рассказал о том, что в своем учении о браке Иисус использовал стандарты, установленные Богом от самого начала. Он отказывался принимать любые другие стандарты. Он всегда начинал свои ответы с фразы «в начале». И любой, слушавший Его, еврей, сразу же понимал, о чем идет речь, потому что на Иврите книга «Бытие» называется «Начало». Итак, с этого начинал Иисус. На этом основывался Иисус в своем учении и в своем подходе к браку. В том образце, который Бог установил для каждого брака, мы видим четыре последовательные черты. Во-первых, Бог является Божьим решением, а не решением человека. Решение исходило от Бога. Во-вторых, Бог образовал женщин для мужчины. Бог привел Еву к Адаму. В-третьих, Бог привел Еву к Адаму. Адам не искал себе жену. Бог привел к нему жену лично. И в-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. И целью их взаимоотношений было единство. Двое должны были стать одной плотью. И я убежден в том, что все эти четыре принципа применимы и на сегодняшний день, и они являются частью Божьего плана для брака. В двух программах на прошлой неделе я рассказал о том, как эти принципы исполнились в моей жизни в обоих моих браках, в первом и втором. Я бы хотел вкратце повторить эти четыре принципа. Во-первых, Бог является Божьим решением, а не решением человека. Бог берет на себя инициативу. Во-вторых, Бог образовал женщину для мужчины. Это его ответственность. В-третьих, Бог привел женщину к мужчине. И в-четвертых, Бог определил природу их взаимоотношений. На этой неделе я хочу поделиться с вами практическими уроками, которые я выучил из своей жизни и которые подтверждены учением Священных Писаний. Я расскажу вам о том, как вы можете применить эти библейские принципы брака в своей жизни. Вначале я бы хотел показать вам два ключевых стиха из книги «Притч», оба из которых говорят о добродетельной жене. В Притчах 18.23 говорится «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Лично мне этот стих говорит о том, что в каком-то смысле мы зависим от Божьего благоволения в выборе правильного спутника жизни. Мы не должны полагаться только на свой рассудок. «Если мы ходим в Божьем благоволении, тогда Он позаботится о том, чтобы мы нашли правильного спутника жизни». И в Притчах 19.14 говорится «Дом и имение наследства от родителей, а разумная жена от Господа». И здесь мы видим, что, опять-таки, в сфере выбора правильного спутника жизни мы нуждаемся в Божьей помощи. Нам нужно Божье благоволение, и нам нужна Его помощь. Мы не должны полагаться только на свой рассудок, на свои усилия. И слово «разумное» в стихе, который мы только что прочитали, это очень интересное слово. Я проверял многие современные переводы этого стиха, и, как ни странно, во всех переводах используется одно и то же слово «разумное». Это любопытное слово. Сегодня это слово не так часто употребляется в нашем обиходе. Но, тем не менее, у этого слова есть значение. Это слово говорит о женщине умной, о женщине, обладающей практической мудростью, которой можно доверить ответственность. Это очень всеобъемлющее слово, и оно очень многое говорит мне лично, потому что я был женат дважды, и оба раза Господь благословлял меня разумными женами. Именно слово «разумное», наверное, в полноте описывает обоих моих жен. И я могу сказать вам, что это благословение — жить с разумной женой. И каждый мужчина, который имеет разумную жену, должен советоваться со своей женой. Все свои основные решения принимал вместе со своими женами, вначале с первой, затем со второй. И как глава семьи, конечно же, я нес основное ответственность за принятие решений, но, тем не менее, я всегда принимал и прислушивался совет своей жены. И я никогда не принимал какие-то решения в самонадеянности, не посоветовавшись со своей женой. Я верю, что если Бог дал вам разумную жену, то вы будете поступать глупо, если не будете пользоваться ее разумом. Итак, рассмотрев эти два стиха в притчах, теперь я бы хотел назвать вам общий принцип, относящийся к духовному водительству, который относится к любой сфере христианской жизни. Есть два типа водительства в жизни христиан. Это общее водительство и личное водительство. Общее водительство применено ко всем верующим. В основном оно основано на принципах, и личное водительство — это то водительство, которое мы получаем от Бога лично в конкретной ситуации. Общее водительство мы получаем, как правило, через Священное Писание. И я бы хотел сказать о том, что мы не имеем права ожидать личного водительства, если мы отвергаем общее водительство. Мы получим личное водительство только тогда, когда мы исполняем общее водительство, которое Бог дал нам через Библию. В 118-м Псалме 105-м стихе говорится, что «Слово Твое — светильник ноге моей, и свет стезе моей». Чем мы ходим? Мы ходим ногами. Почем мы ходим? Мы ходим по стезям. Божье Слово дает нам свет и для нашей ноги, и для нашей стези. Оно не всегда показывает нам свет в конце туннеля, но оно всегда дает нам достаточно света в любой ситуации для того, чтобы сделать следующий шаг. И это все, что нужно для жизни по вере. Но если мы отвергаем Божье Слово, тогда мы не имеем права просить у Бога личного водительства. Если мы пренебрегаем принципами Божьего Слова в отношении брака, то мы не имеем права ожидать, что Бог покажет нам, за кого выйти замуж или на ком жениться. Общее водительство предшествует личному, и общее водительство приходит из Божьего Слова, из Библии. Теперь я бы хотел применить общее водительство Священных Писаний к той теме, о которой мы говорим с вами сегодня, к выбору спутника жизни. В Библии есть очень ясные и конкретные принципы. И первый принцип, который нам нужно уяснить, и которым часто пренебрегают люди к своей собственной проблеме, это то, что верующие не имеют права вступать в брак с неверующими. Мы не должны даже размышлять о такой возможности, потому что это противоречит воле Божией. И каждый, кто так поступает, не ходит в свете Священных Писаний. Вот о чем Павел говорит по этому вопросу во 2-м послании Коринфянам 6-й главе с 14-го по 16-й стихи. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Слово «ярмо» всегда в Библии означает брачные взаимоотношения, хотя оно относится и к другим отношениям. «Итак, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с безыконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, «Все люди в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут Моим народом». Так здесь мы видим яркий луч света, исходящий со стороны Священных Писаний. Бог говорит, что когда верующий свободен сделать выбор, то для него будет неправильного выбрать брак с неверующим. И я хочу сказать, что в связи с этим мы должны установить этот принцип в своей жизни перед тем, как мы начнем строить эмоциональные взаимоотношения с людьми. Я воспитал 11 приемных дочерей, поэтому у меня есть некоторый опыт в этом вопросе. И я заметил, что когда девушка эмоционально привязывается к парню, она перестает быть объективной. И она может легко саму себя убедить, что человек, с которым она встречается, верующий, хотя в его жизни не видно плода. Но Иисус сказал, что дерево познается по плоду. Поэтому не принимайте просто слова человека о том, что он верующий. Смотрите на его жизнь. Какой плод проявляется в его жизни. Я бы сказал, что если человек только недавно пришел к Иисусу Христу, то подождите, пока эта вера воплотится в его жизни. За свой долгий опыт пасторского служения я могу сказать, что очень скоропостижно делать вывод, что человек действительно стал христианином, пока не пройдет минимум два года. Поэтому даже не рассматривайте брак с неверующим человеком. И не идите на поводу у человека, который просто заявляет, что он верующий. Смотрите на плод. Сегодня мы продолжим изучение темы «Бог — автор брачных союзов». Эта тема раскроет вам Божий план для брака и поможет воплотить этот план в своей жизни. Во время нашего изучения я неоднократно повторял то, что у Бога есть только один стандарт брака, и этот стандарт был установлен еще от начала, в первом браке, когда сам Бог выдал невесту замуж. Он выдал Еву замуж за Адама. Если вы доверитесь Богу и будете ходить в послушании Ему, то Он сыграет в вашем браке ту же роль, которую Он сыграл в браке Адама и Евы. Но если вы этого хотите, тогда существуют некоторые условия, которые вам нужно исполнить в своей жизни. Вчера я рассказал о первом условии, о том, что вы должны жить в свете Священных Писаний и жить в послушании Богу. Я процитировал 105 стихе 118 Псалма, где говорится, что «Слово Твое, Господи, свет стезе моей и свет ноге моей». Если мы живем в послушании Слову Божьему, то мы не будем ходить во тьме. Возможно, мы не будем видеть света в конце туннеля, но мы будем иметь света достаточно для того, чтобы сделать следующий шаг. Но если мы будем пренебрегать Божьим Словом, тогда мы не имеем права ожидать от Бога личного водительства в определенных обстоятельствах. Божье Слово дает нам общее водительство. И если мы подчиняемся общему водительству, тогда мы имеем право ожидать от Бога и личное водительство, как, например, в вопросе, за кого выйти замуж или на ком жениться. Если вы приняли решение жить во свете Божьего Слова, то это исключает возможность брака с неверующим человеком. Если вы посвященный верующий, вы не имеете права рассматривать возможность вступления в брак с непосвященным верующим. Библия очень конкретно предупреждает нас об этом. Сегодня я хочу поделиться с вами тремя шагами, которые вам нужно сделать для того, чтобы пережить волю Божью в вашем браке. Первый шаг — это то, что вы должны поверить, что у Бога есть план для вас. И я хочу сделать ударение на слове «поверить». Вы должны упражнять свою веру. В Римлянах 1.17 записано одно из основных утверждений о Евангелии. Здесь говорится, что в нем, в Евангелии, открывается правда Божья от веры в веру, как написано, «Праведный верой жив будет». Здесь мы видим основополагающий принцип праведной жизни. Праведный жив верой. А жизнь включает в себя все сферы жизни — еду, питье, разговоры, работу, взаимоотношения в семье. Все сферы жизни включены в это слово — жить. И единственное основание для праведной жизни, для жизни по воле Божией, — это вера. Поэтому вы должны иметь веру в то, что у Бога есть план для вашей жизни. Вы должны жить каждый день своей жизни в свете этого утверждения. И в связи с этим я бы хотел привести вашему вниманию еще одно место из Писания, которое неоднократно исполнилось в моей жизни. 36-й Псалом, 5-й стих. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». В этом стихе есть три стадии. Первая, две стадии, находится в нашей ответственности. Третья — это Божья ответственность. Если мы сделаем то, что зависит от нас, то Бог сделает то, что зависит от Него. От нас зависит то, чтобы мы вначале должны предать Господу свой путь. Это единократный акт. Мы должны доверить свою жизнь в Божью руку. Точно так же, когда вы идете в банк, вложите деньги на счет, получаете чек, и вы не беспокойтесь о том, в порядке деньги или нет. Вы знаете, что они находятся в банке. Отсюда следует вторая стадия — упование. «Предать Господу путь» — это единократное действие, а упование — это отношение. Если вы предали Господу свой путь, вы должны затем взращивать себе отношение упования. Поэтому вначале вы должны предать Господу свой путь, и затем уповать. И затем Бог появляется на сцене, и Писание говорит, «Он совершит». Так это слово переведено в нашем языке, но на иврите это слово стоит в настоящем времени. Написано, «Бог совершает». То есть, когда вы предаете Господу, и когда вы уповаете, Он совершает это. Вот что значит «жить на основании веры». Вы должны верить в то, что у Бога есть план для вашей жизни, верьте в то, что ваша жизнь в Божьей руке, уповайте на Него. Второй шаг связан с первым, но тем не менее отличается. «Посвятите свое тело без остатка Богу». Иногда у нас складывается такое впечатление, что Бог духовный, и Его не интересуют наши тела. Но это совершенно неправильно. Бог сотворил наши тела, Он образовал их для определенной цели, и Он хочет обладать нашими телами. Бог достаточно умный, чтобы понять, что если Он получит тело, то Он получит и вас. Получив сосуд, Он получит и его содержимое. Вот о чем говорится в Римлянх 12, главе 1 и 2 стихах. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваших жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Тело занимает центральное место в вопросе брака, и это настолько важно представить своему супругу или супруге «освященное тело», «тело, освященное Богу». Поверьте мне, что это имеет значение для ваших взаимоотношений, включая и половые взаимоотношения. И поэтому Бог говорит, «Посвятите мне свои тела, я хочу святые тела». Это не значит, что вы никогда не грешили, но это значит, что хотя вы согрешили, вы обратились от греха и отдали свои тела мне. В другом месте в Новом Завете говорится, что жертвенник освящает дар. Поэтому, когда вы ложите свое тело на алтарь служения, то этот алтарь, этот жертвенник, освящает ваше тело. Затем Павел продолжает в следующем стихе и говорит, «И не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». До тех пор, пока вы не посвятите Богу свое тело, ваш разум не сможет познать волю Божию, но когда вы сделаете то, что Бог требует от вашего тела, то Бог начнет делать кое-что с вашим разумом. Он обновит ваше мышление. Он даст вам новую чувствительность к своему Святому Духу и к своим целям. И обновленным умом вы сможете познать волю Божию для своей жизни. И вы узнаете, что его воля благая, угодная и совершенная. Чем дальше вы будете следовать за волей Божией, тем больше это будет вам нравиться. Вначале Божья воля благая, затем она угодная, и в конечном итоге она совершенная. Но вы можете узнать это только после того, как посвятите Богу свои тела. Без остатка. Вы должны предоставить свои тела в жертву живую Богу. И тогда Бог обновит ваше мышление, и обновленным мышлением вы познаете Божью волю для своей жизни, включая Божью волю для вашего брака. И еще один совет. Приготовьтесь к смерти и к воскресению. Возможно, это звучит немного странно, но я бы хотел прочитать вам слова Иисуса в 12 главе Евангелия от Иоанна, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Здесь мы видим принцип, который действует и в естественной жизни, и в духовной. Конечно же, мы сейчас применяем это к духовной жизни. Ваша жизнь должна высвободиться из-под вашего контроля. Вы должны отпустить свою жизнь, выпустить ее. Вам нужно пережить смерть своих самых глубоких чаяний и надежд. Вы посвятили себя Богу, и, возможно, вы ожидали, что Бог благословит вас всем, чем вы только желали в своей жизни. Но затем получается, что все не так. И вы чувствуете себя изолировано, расстроено. Возможно, у вас были какие-то цели. Возможно, вы строили взаимоотношения с каким-то человеком, но затем вы посвятили себя Богу, и все расстроилось. И вы говорите, «Все не так». Нет, все идет правильно. Бог учит вас важному уроку. Урок заключается в том, что если вы хотите лучшего Божьего, вы должны пережить смерть и воскресенье. Я пережил это в своей жизни несколько раз. И однажды, я помню, как я возвал Богу и сказал, «Боже, почему все, что ты по-настоящему благословляешь, должно пройти через смерть и воскресенье?» И Бог ответил мне, «Потому что, когда я воскрешаю что-то, я воскрешаю это таким, каким я хочу это видеть. Когда ты отпустишь что-то, ты позволишь этому умереть и позволишь мне воротить это к жизни таким, каким я хочу это видеть, тогда я благословляю это. Может быть, те планы, те эмоции, те стремления, которые были в нашей жизни, были не от Бога, и вы отпустили это, и Бог умертвил это, потому что у Него есть для вас нечто большее. Или если это было от Бога, то вы отпускаете это, и затем Бог испытывает ваше посвящение. Будете ли вы доверять Ему? Затем, когда Он увидел, что вы уповаете на Него, тогда Он воскрешает то, что вы посчитали потерянным. И затем Он не только воскрешает, но и умножает это, и благословляет это. Уповаете на Господа. Он хирург. Может быть, Он и ранит, но затем Он и перевязывает. В предыдущих программах на этой неделе я поделился с вами условиями, которые вы должны исполнить, если хотите пережить полноту Божьего благословения в своем браке. Самое первое — это то, что вы должны ходить в свете Божьего Слова, Библии. И это автоматически исключает возможность вступления в брак с неверующим человеком. Если вы посвященный христианин, вы не имеете права рассматривать возможность вступления в брак с тем, кто не является посвященным верующим. Вчера я рассказал о трех шагах, которые вам необходимо сделать. Первый шаг — поверьте в то, что у Бога есть план для вашей жизни. Живите на основании веры. Праведной верой уже и будет. Это включает в себя все сферы нашей жизни. Во-вторых, посвятите Богу свое тело. Принесите свое тело на алтарь Божьего служения, и когда вы возложите свое тело на алтарь, то этот алтарь, этот жертвенник, осветит то, что вы на него положили, и ваше тело будет освящено. И, конечно же, очень важно, чтобы верующие вступали в брак с освященными телами. Третий шаг — приготовьтесь к смерти и воскресению. Я рассказал вам вчера на основании своего личного опыта о том, что все, что Бог по-настоящему благословляет, обычно должно умереть и быть воскрешенным. Поэтому, когда вы посвящаете свою жизнь Богу и делаете эти шаги, и вам кажется, что все идет не так, не отчаивайтесь. Произойдет смерть, но затем последует воскресение. Верьте в то, что Бог воскресит то, что вы отдадите Ему. И даже если Он не воскресит, Он даст вам нечто гораздо более лучшее. Сегодня я хочу рассказать о еще четырех шагах, которые помогут вам пережить полноту Божьих благословений в своем браке. Первое. Поддерживайте правильные отношения с правильными людьми. И это очень важно. Это является неотъемлемой частью хождения во свете Божьего Слава. В первом послании Иоанна, первой главе, седьмом стихе, Иоанн говорит, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Ранее я уже говорил о том, что Слово является светильником ноги и светом стезе. Поэтому хождение во свете включает в себя хождение в послушании записанному Божьему Слову. Иоанн говорит, «Если мы это делаем, если мы живем в послушании Божьему Слову, если мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом». То есть мы имеем общение с другими верующими, которые тоже ходят во свете. И Иоанн говорит, «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Бог хранит нас от греха через послушание Божьему Слову. Он освящает нас. Он хранит нас в недосягаемости для сатане. Итак, помните, что Слово Божие — это свет. И то, с кем мы общаемся, играет очень важную роль в вопросе нашего брака, потому что очень часто, хотя не всегда, брачные взаимоотношения развиваются из дружеских отношений. Обычно люди женятся или выходят замуж за того, с кем они находились в дружеских отношениях. Поэтому, если у вас неправильные друзья, то, скорее всего, вы закончите тем, что вступите в брак с неправильным человеком. Но если у вас хорошие, благочестивые друзья, если вы дружите с верующими, у которых цели, такие же, как и у вас, которые точно так же посвящены Богу, то для вас и для Бога будет гораздо легче благословить вас правильным спутником жизни. Второй шаг, о котором я сегодня хочу рассказать, заключается в том, что вы должны открыть для себя свою ценность. Меня очень печалит, когда христиане не ценят себя, когда они умоляют себя, недооценивают себя и даже критикуют себя. И я уверен, что они на самом деле не осознают то, что они делают. На самом деле, они критикуют Бога и Его творение, потому что в Ефесянах 2.10 Павел говорит, «Мы — Его творение, Божие творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы — Божие творение. Мы — Его новое творение. Слово «творение» на греческом языке, которое использует Павел в этом стихе, имеет оттенок творческого шедевра. Это греческое слово «поэма», которое сегодня используется и в русском языке. «Поэма» — это нечто прекрасное и творческое. И я верю, что это именно правильное толкование этого слова. Во Христе Бог делает из нас шедевр. Независимо от того, кем мы были до того, как мы пришли к Богу, во Христе мы — Божий шедевр. Поэтому мой совет вам, если вы рассматриваете возможность вступления в брак, не продешевите. Осознавайте свою ценность. И в частности, я бы хотел сказать это женщинам. Не продешевите во взаимоотношениях с мужчинами. Как мужчина, я могу сказать вам, что если женщина дешевит по отношению к себе, то она не переживет благословение в своем браке. Молодые люди на самом деле не заинтересованы в женщины, которая очень легкомысленна. И это не значит, что вы должны быть гордыми, но это значит, что вы должны осознавать свою ценность, чтобы молодые люди увидели, что вы цените себя. Скорее всего, люди не будут ценить вас больше, чем вы цените саму себя. Поэтому цените себя высоко. И я говорю не о гордости, а о вере в тот факт, что вы Божье творение, вы его творческий шедевр. Недавно в моей жизни произошел удивительный случай. Мне в наследство достался китайский сервис, который моя семья приобрела еще в начале прошлого века. И две тарелки из этого сервиза мы хранили на полке. Одна из тарелок была треснута, и поэтому мы не уделяли никакого внимания. И однажды в наш дом пришел один человек, и когда он увидел эти тарелки, на его лице отразилось выражение изумления. Он сказал, что это династия Мина, им минимум 350 лет, а мы даже не подозревали о том, что было в нашем доме. И мне кажется, что то же самое со многими христианами. Они не осознают той ценности, которой они обладают. Они подобно этим тарелкам стоят на полках. Поэтому осознавайте свою ценность. И третий совет, который я хочу дать вам, заключается вот в чем. Приготовьтесь к ожиданию. Ожидание — это одно из испытаний истинной веры. В Экклезиасте, 3 главе, 1 стихе, это один из моих любимых стихов, Соломон говорит, «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Это включает в себя и вопрос брака. Есть определенное время для вашего брака. Поэтому не торопитесь. Не спешите. Может быть, вам кажется, что вы уже стареете и вам кажется, что Бог забыл вас, что Он обделил вас, и вам нужно предпринять что-то самому. Но если вы начнете что-то делать с таким отношением, то, скорее всего, вы сделаете что-то неправильное. В Евреям, 6 главе, 12 стихе, говорится, «Подражайте тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Помните, что одной веры недостаточно для того, чтобы наследовать Божье обетование. Начинаем мы с веры, но затем нам необходимо терпение. Другими словами, нам нужно дождаться Божьего времени и Божьего благословения. Поэтому не суетитесь, не спешите. У Бога есть время. В Его Божественном календаре уже помечен день вашего брака. Взращивайте в себе терпение и не суетитесь. Четвертый и последний на сегодня совет будет таким. Будьте чувствительным к Святому Духу. Взращивайте чувствительность к Святому Духу. В Римлянах, 8.14 говорится, «Все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Черта истинных сыновей Божьих это то, что они постоянно живут под водительством Святого Духа. Этот стих стоит в настоящем времени, то есть все, кто в настоящем времени живет под водительством Святого Духа, те сыны Божьи. Поэтому мы должны учиться быть водимыми Святым Духом. Я часто молюсь и прошу Бога, чтобы мне оказаться в правильном месте в правильное время. Только Бог может помочь нам быть в правильном месте в правильное время. Когда я живу под водительством Святого Духа, тогда Он приводит меня в нужное место в нужное время. И у Бога уже назначен день встречи с вашим супругом или супругой. Я уверен, что вы не хотите пропустить эту встречу. Но эта встреча состоится только тогда, когда вы будете жить под водительством Святого Духа. Поэтому учитесь жить под водительством Святого Духа в мелочах и в больших вещах. Если вы будете чувствительными в мелочах, то когда перед вами будет серьезное решение, вам будет легче быть чувствительным и в этом. сегодня мы продолжим изучение темы «Бог автор брачных союзов». Эта тема поможет вам узнать Божий план для вашего брака и воплотить этот план в своей жизни. На этой неделе я рассказал о тех условиях, которые мы должны исполнить для того, чтобы пережить полноту Божьих благословений в своей жизни. «Вначале мы должны ходить в свете Божьего Слова, Библии». И это автоматически исключает возможность вступления в брак с неверующим человеком. И поймите, я говорю не о тех, кто пришли к Господу после того, как они вступили в брак. Я говорю о тех, кто вправе сам выбирать, за кого ему выходить замуж или на ком жениться. На основании посвящения Божьему Слову затем я привел вам несколько шагов, которые вам необходимо сделать для того, чтобы пережить полноту Божьих благословений в своем браке. Вот эти семь шагов. Первый шаг. Верьте в то, что у Бога есть план для вашей жизни. Живите жизнью веры. Праведной верой жив будет. Второй шаг. Посвятите свое тело Богу. Возложите ваше тело на жертвенник Божий. И этот жертвенник осветит ваше тело. И тогда вы сможете представить своему супругу или супруге освященное тело. Третий шаг. Приготовьтесь к смерти и воскресению. Когда вы делаете какое-то посвящение, часто все потом идет не так, как вы ожидали. Это процесс умирания. Если вы пройдете через этот процесс, то оттуда Бог сделает замечательное воскресение. Четвертый шаг. Вводите правильную дружбу и будьте в правильном общении, потому что, как правило, хотя не всегда, брачные отношения вытекают из дружеских отношений. Если вы дружите с неправильными людьми, то, скорее всего, вы закончите браком с неправильным человеком. Следующий шаг. Осознайте свою ценность. Вы Божий шедевр. Вы Божий творческий шедевр, поэтому не продешевите. Шестой шаг. Приготовьтесь к ожиданию. Подражайте тем, которые верой и благотерпением наследуют обетование. Одной веры недостаточно. Необходимо еще терпение. У Бога есть время для всего, и у Него и Его календаре уже назначен день вашего брака, поэтому не бежите впереди Бога. Следующее. Будьте чувствительными к Святому Духу. У Бога уже назначен день встречи с вашим спутником жизни, и если вы будете жить подводителем Святого Духа, то вы не пропустите эту встречу. Сегодня я хочу рассказать о самой природе брака. В Ефесянах 5 главе 32 стихе Павел называет брак тайной, и эту тайну нам нужно узнать. Сегодня очень много людей вступают в брак, не осознавая того, чем является брак и то, что потребуется от них. Именно поэтому многие браки сегодня разрушаются. Ключ к пониманию этой тайны лежит на страницах Библии. Библия раскрывает природу брака как завета. Это самое важное, что вам нужно знать о браке. завет это одна из основных тем всей Библии. Завет это то же самое слово, что и завещание. Все Божие слово представлено нам в виде двух заветов, Ветхого Завета и Нового Завета. И поэтому совершенно очевидно, что мы должны понять природу завета для того, чтобы понять природу брака. Я бы хотел назвать вам три факта, относящихся к завету. Во-первых, в завет можно вступить только через жертву. Если нет жертвы, то нет и завета. Во-вторых, те, кто вступает в завет, должны отдать жизнь друг другу. В-третьих, завет требует полного посвящения, и это относится и к браку. Брак это не эксперимент, брак это посвящение. Когда люди говорят о пробных браках, это просто бессмысленно. Если что-то пробное, то это уже не брак. Христиане вступают в брачный завет через жертву Иисуса Христа на кресте. Я хочу прочитать вам отрывок из моей книги «Брачный завет». Я верю, что здесь вы сможете понять это намного лучше. Жертва, на которой основывается завет христианского брака, это смерть Иисуса Христа за нас. Он является той жертвой, через которой верой мужчина и женщина могут вступить в брачные взаимоотношения таким образом, как сам Бог определил тому быть. Так же, как Господь и Авраам прошли между частями убитых животных, так и в браке мужчина и женщина проходят через смерть Иисуса Христа за них совершенно новую жизнь и совершенно новые взаимоотношения, которые были бы невозможны без смерти. Завет христианского брака заключается в подножье креста. Существует три последовательные фазы, установленные Богом. Первое, в жертву приносится жизнь, каждый жертвует свою жизнь другому. Муж, оглядываясь на смерть Христа на кресте, говорит, «Эта смерть была моей смертью. На кресте я распялся со Христом. Теперь уже я живу не для себя». Точно так же и жена, оглядываясь на крест, говорит, «Это моя смерть. На кресте я распялась со Христом, и теперь я уже не живу для себя». С этого времени никто уже больше ничего не скрывает друг от друга. Все, чем обладает муж, принадлежит жене, и все, что имеет жена, принадлежит ее мужу. Ничто не скрывается и не утаивается. Это полное соединение, а не партнерство. Во-вторых, вследствие этой смерти приходит новая жизнь. Каждый теперь переживает эту новую жизнь через другого. Муж говорит жене, «Моя жизнь в тебе. Я живу через тебя. Ты выражение всего, кем я являюсь». Точно так же и жена говорит мужу, «Моя жизнь в тебе. Я живу через тебя. Ты выражение всего, кем я являюсь». В-третьих, завет венчается физическим союзом, приносящим плод, являющимся в свою очередь продолжением той новой жизни, которую супруги готовы разделить друг с другом. Во всем творении Бог вложил основной принцип, что без союза не может быть плода. Завет приводит посвященные жизни и плодоносности. Неразделенная ни с кем жизнь остается бесплодной и бесполезной. Этот подход к браку, когда на него смотрят с точки зрения завета, очень отличается от отношения большинства современных людей, вступающих в брак. В основном отношение нашей современной культуры таково, что я от этого получу, какую выгоду я могу из этого извлечь. Я верю, что любые отношения, основанные на таком принципе, обречены в конечном итоге на провал. «Тот, кто подходит к браку, как завету, не спрашивает, что я могу получить. Скорее, он спросит, что я смогу отдать». И на свой собственный вопрос он дает ответ, «Я отдаю свою жизнь, я жертвую для тебя, и тогда я обрету новую жизнь в тебе». Это одинаково касается обеих сторон, и мужа, и жены. Для плотского разума это звучит нелепо, но, тем не менее, это является секретом настоящей жизни, настоящего счастья и настоящей любви. Это была цитата из моей книги «Брачный завет». А теперь я бы хотел в течение нескольких минут рассказать о том, как эти принципы применимы в нашей жизни. Во-первых, посвящение является ключом, и в христианском браке должно быть обоюдное посвящение. Первое посвящение — это то, что каждый из супругов посвящает себя Иисусу Христу. С этого все начинается. Только благодаря посвящению Иисусу Христу в нашу жизнь высвобождается Божья благодать, которая может помочь нам достичь успеха в нашем браке. Второе посвящение — это посвящение друг к другу. И снова посвящение высвобождает благодать. Бог так все устроил. Именно поэтому пробные браки — это нелепо. там, где нет посвящения, там нет Божьей благодати. Без благодати не может быть успешного брака. Но Бог установил все так, что если мы посвящаем себя друг другу, то через посвящение высвобождается благодать, в которой мы нуждаемся. и последний на сегодня совет — это то, что мотивы должны быть не эгоистичными, а жертвенными. Иисус сказал, что блажение давать, нежели получать. И больше всего, пожалуй, это относится к вопросу брака. Брак — это не торг. В браке мы не должны заботиться о том, что мы можем получить, что я получу для себя, как я получу удовлетворение, как мне заставить свою жену или моего мужа осчастливить меня. Брак — это вопрос того, что я могу отдать, как я могу восполнить нужды своего супруга или супруги, как я могу осчастливить своего супруга, как я могу помочь раскрыться тому человеку, с которым Бог меня соединил. признак успешного мужа — это его жена, и признак успешной жены — это ее муж. Когда муж заботится о самом себе, то он огорчает свою жену, и тогда она уже не является его славой, его венцом. И точно так же наоборот. Речь идет об пожертвовании жизни друг другу. Каждый отдает свою жизнь ради другого. Именно этот принцип приносит успех браку. В мире сегодня все совершенно наоборот. И поэтому нам необходимо обновлять свое мышление, нам необходимо вернуться к основам Божьего Слова для того, чтобы пережить успех и благословение в своем браке. мы приблизились к окончанию еще одной недели. И сегодня мы продолжим и завершим тему, которую мы рассматривали в течение двух последних недель. Бог автор брачных союзов. Сегодня мы посмотрим на эту тему немного с другой точки зрения. Сегодня я расскажу об ответственности родителей. Но вначале я бы хотел поблагодарить всех, кто написал мне. В конце этой передачи вы сможете записать наш почтовый адрес. Мне было бы очень приятно узнать о том, как мое радиослужение помогает вам, и поэтому напишите мне, даже если это будет короткое свидетельство. А теперь вернемся к нашей теме «Бог автор брачных союзов». В нашей современной культуре само понятие «автор брачных союзов» звучит как-то нелогично. Люди не ожидают, что у брака должен быть какой-то автор. Но тем не менее, сама идея о ком-то, кто играл роль советника для новобрачных, очень реальна и насущна. И такой человек полезен по двум причинам. Во-первых, он обладает зрелостью. Поверьте мне, что жизнь выглядит совершенно другой, когда ты достигаешь возраста сорока лет. И зрелость обладает объективностью, которой не обладает молодость. И мне кажется, что когда я был в возрасте около 20 лет, у меня были ответы на все жизненные проблемы. Но проблема была в том, что это не действовало. 20 годами позже ответов у меня поубавилось, но те, что у меня остались, действовали. Во-вторых, такой человек, советник в браке, может привносить объективность. Этот человек не вовлечен эмоционально, лично и непосредственно. Когда человек привязан к кому-то эмоционально, ему очень трудно сделать объективное решение. Поэтому я бы хотел предложить вам, что в вопросе вступления в брак есть две вещи, которые очень необходимы. Это зрелость и объективность. В библейской культуре родители играли огромную роль в браке своих детей. Я хочу привести вам два коротких примера. В Бутии, 24 главе, мы читаем замечательную историю о том, как Авраам искал невесту для своего сына Исаака. И также мы знаем, что родители Ревеки также не бездействовали. Авраам взял на себя ответственность найти невесту для своего сына, а семья Ревеки взяла на себя ответственность выдать Ревеку слуги Авраама. Итак, с обеих сторон мы видим прямое непосредственное участие. В 1 Коринфянам, 7 главе, Павел советует христианским родителям о том, как выдавать своих дочерей замуж. И так мы видим, что этот принцип действует и в Новом Завете. Кстати говоря, в брачной церемонии до сих пор священники спрашивают родителей, кто выдает эту женщину замуж. Это говорит о том, что от отца нечто требуется. И хотя сегодня это уже превратилось в формальность, на самом деле я верю, что отцы конкретно имеют очень большую ответственность за выдачу дочери замуж. Возможно, некоторым из моих слушателей это покажется старомодным. Может быть, вы скажете, что сегодня мы уже живем по-другому, сегодня люди женятся не так, как раньше. Да, я знаю. Но позвольте мне сказать, что еще ни одно общество в человеческой истории не имело такой печальной статистики крушения браков, чем современная Америка. Ни одно общество в истории не имело такой печальной истории крушения браков. Поэтому, если мы будем судить объективно по плодам, то у Америки нет ответов на все вопросы. Поэтому я предлагаю вернуться к этой старомодной книге Библии. Сегодня я расскажу вкратце об ответственности родителей в связи с браком их детей. Позвольте мне сказать в качестве своего личного свидетельства, и я говорю не на основании теории, я говорю о том, что я пережил. В моем первом браке я воспитал девять приемных дочерей, и во втором браке ко мне добавилось еще две дочери и один сын. И я понимаю, что я не всегда поступал правильно, даже наоборот, я очень часто поступал неправильно, но тем не менее, я кое-что пережил, и я научился некоторым урокам. Я бы хотел поделиться этими уроками сейчас с вами, чтобы вам не приходилось учиться на своих ошибках. я бы хотел предложить вам следующие советы, эти советы родителям в связи с браком их детей. Во-первых, признайте свою ответственность. На вас лежит огромная ответственность за то, чтобы у ваших детей был хороший брак. Не уходите от этой ответственности, не скрывайтесь от этого за современной культурой, потому что Бог спросит с вас. Во-вторых, начинайте молиться за супругов для своих детей, начиная с рождения ваших детей. У нас есть друзья, которые молились за супругов для своих детей с дня рождения их детей. И, оглядываясь назад на историю этой земли, я могу сказать, что Бог ответил на эти молитвы. Даже если есть разные сферы, в которых ваша власть ограничена законом, принятым в ваших государствах для ваших молитв нет никаких ограничений, поэтому молитесь за супругов для своих детей всю их жизнь. В-третьих, будьте образцом для своих детей. Пусть ваш брак станет образцом для ваших детей, чтобы дети знали, каким может быть брак, и не соглашались на меньшее. Большинство детей получают первое впечатление о том, каким должен быть брак через брак своих родителей. И те дети, которые увидели счастливый, гармоничный брак, скорее всего, не согласятся на что-то худшее, потому что у них будет стандарт, утвержденный в их жизни. Поэтому ответственность родителей заключается в том, чтобы они были образцом брака для своих детей. четвертый совет поддерживайте близость со своими детьми. Знайте их чувства, знайте их мысли. И это значит, что вы должны научиться слушать, а не только говорить. Иногда родители читают своим детям бесконечные лекции и никогда не слушают. Большинство молодых людей сегодня жалуются на то, что родители их не слушают. Если вы хотите узнать мысли своего ребенка, чувства своего ребенка, научитесь его слушать. Пятый совет. Понимайте, но тем не менее настаивайте на правильном. Сочувствуйте им, сострадайте им, рассматривайте их точку зрения, но тем не менее не уступайте в основном. Я вспоминаю, как одна моя дочь как-то попросила меня о том, что она хотела сделать. Я сказал, «Я не могу тебе позволить сделать это неправильно». Она какое-то время спорила со мной, но затем она сказала, «То есть ты хочешь, чтобы я этого не делал?» Я сказал, «Да, я хочу, чтобы ты этого не делала». И с удивлением она вздохнула с облегчением. Она знала, что было неправильно. Она надеялась, что я приму решение за нее. Поэтому, понимайте, но тем не менее не уступайте. Не уступайте в основном. Ваши дети может быть какое-то время пока призничают, но в конечном итоге они будут уважать вас и они будут благодарны вам. Они будут знать, что вы любите их и заботитесь о них. И, наконец, я бы хотел сказать слово детям об их отношении к родителям, в особенности в вопросе вступления в брак. А Библия говорит о том, что нет ничего более важного и более определяющего в жизни, чем благословения родителей для детей. Послушайте, что говорит Павел в 6 главе послания к Ефесянам. «Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требуют справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо и будешь долговетен на земле». Хотите видеть благо в своей жизни? Хотите переживать полноту жизни? В этих стихах мы видим принцип «почитай отца своего и мать свою». Позвольте мне сказать на основании моих личных наблюдений, что я еще ни разу не встречал ни одного человека, который бы не почитал отца и мать и переживал полноту благословений в своем браке. «Я встречал христиан, которые говорили о своем посвящении Иисусу Христу, которые говорили правильные слова и ревностно служили Богу, но если они не имели правильного отношения к своим родителям, то они не переживали полноту Божьих благословений. Ваше отношение к родителям и их отношение к вам играет ключевую роль во всей вашей жизни. Поэтому получите благословения ваших родителей и сделайте все, что возможно с вашей стороны для того, чтобы получить их благословение. Иногда это означает терпение, иногда это означает делать то, с чем вы не согласны. И я согласен, что в некоторых ситуациях верующие дети не должны подчиняться родителям, но тем не менее сделайте все, что возможно с вашей стороны для того, чтобы поддерживать правильные отношения с родителями. Я лично сам прошел через это. Когда я уверовал в Господа, мои родители верили в Бога не так, как я. И я чувствовал, что я вообще им ничего не должен. Но Бог проучил меня, и я благодарен Ему за то, что Он научил меня уважительно относиться к родителям. И я верю, что оба из них пришли к вере. И я верю, что это было одним из ключев к благословению в моей жизни. Поэтому сделайте все, что возможно, с вашей стороны, конечно же, кроме непослушания Господу, для того, чтобы получить благословение ваших родителей. И, конечно же, благословение на ваш брак. Субтитры создавал DimaTorzok